Там вы выслали к нам взвод. На подкрепление? Ну да, мы пойдем с ними вместе. Сейчас сказали, 10 человек там привезут. Ну, 11, 10 человек, 500 их, один офицер. Вот вместе будет 22 человека. Нет. Да тут нет, никто меня не спрашивает, хочу или нет. Переведите другую жгут. Другую бригаду, переведите другую жгут. Никто не будет переводить. Короче, сказали, что вот вам действовать в составе одного огнеметного завода. Только хуй знает, оттуда каждый день выносят и выносят. Сколько мы там действовать будем, наш завод, пока непонятно. Может, два месяца, может, два часа, блять. Домой билеты не всем раздают. Кому как карта ляжет, хуй знает. Тебе хорошо она ляжет. Она пока вот там, куда, блять, пойдем, пока еще никому хорошо не легла. Да хреново, блять, то, что в баню не повезут. Мы, блять, до деревни хотели добраться. Там говорят, типа, в каждой деревне прокурорчик есть. Типа, ну, отделение прокуратуры. Мы-то, видишь, думали, куда доберемся, как бы, и там уже будем лезать. Хуй знает каждый день так, что, блять. На днях снайпер нас обкладывал, блять, хуй вали вообще. Голову нельзя было, блять, даже в усом. Блять, куда вы залезли, блять, вот доходили, сидели бы, блять, в этом, блять, фу, нет, это. Самую сороку моя одна. Я же по-другому не умею. Ну, уже все, невозможно это все терпеть, блять. И как, я не говорю, вот я утром сказал, что тебя на передок отправляют, блять. Хотя ты уже на передке, тебе, в принципе, уже больше так, как бы, ну, некуда, блять. Тут такая новость, думаешь, блять, а, ребята, мне бы только хоть докинуть вообще свои полгода, люди ебанутся. И я говорю, с комбатом разговариваю, он говорит, парни, говорит, у вас некому, у меня дети, но у меня нет, блять, больше сил. КОНЕЦ